Пастор Вольтер Занзен 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 Вчера, сегодня и вовеки тот же. Еще раз скажу, это хорошие новости для каждого из нас, так что будьте уверены, знайте, что вас любят вечной любовью. Я выделил два образа, которые фигурируют во многих библейских книгах. Среди прочего, в первом образе Бог в своей стабильности и постоянстве, о которых я вам уже говорил. В своей суверенности сравнивается с Солнцем. В 83-м псалме, 12-м стихе, там говорится, ибо Господь Бог есть Солнцем. Он не сравнивается с Луной, потому что у Луны есть разные фазы, иногда она скрыта тенью Земли, иногда видна частично, но Бог — это Солнце, которое стабильно. Оно всегда на своем месте и светит в полную силу. Первый образ Бога — это Солнце, второй образ — это Крепость. Я поделюсь с вами словами из Библии, чтобы вы могли лучше понять, о чем я говорю. В 17-м псалме сказано, «Возлюблю тебя, Господи, крепость моя и твердыня моя, Давид наполнен хвалой и восхищением перед Богом». Он говорит, «Возлюблю тебя, Господи, крепость моя, Господь, твердыня моя и прибежище мое, избавитель мой, Бог мой, скала моя». Давид еще раз употребляет этот образ, в котором он находит защиту. «На него я уповаю, щит мой, рок спасения моего и убежище мое. Призову достопоклоняемого Господа и от врагов моих спасусь». Бог — это скала. Волны обстоятельств бьются об эту скалу, но она не сдвигается с места, потому что Бог — это устойчивая скала, стоящая крепко среди невзгод. У нас в Женеве, на Женевском озере, есть скала под названием Нитон. Это закрепленный камень, служащий эталоном, мерилом, от которого измеряют все остальные высоты. Даже высоту самых высоких гор. Этот камень находится в воде, прямо в гавани нашего города. Таким же образом, Бог — ваш эталон. Он никогда не подведет. На него можно и нужно ориентироваться. Он верен своим обещаниям. Его любовь постоянна. Его предназначение для вас безупречное. Это и правда хорошие новости. Этим я и хотел бы вдохновить вас сегодня. В книге Исаии, 44 главе, 8 стихе, написано «Не бойтесь и не страшитесь, есть ли Бог кроме меня?» Здесь пророк говорит от имени Бога. «Нет другой твердыни, никакой не знаю. Основывайте вашу жизнь на вечном основании. Изнемогает плоть моя и сердце моё. Бог — твердыня сердца моего и часть моя вовеки». Таким образом, его авторитет, его силы и его обетования не могут быть оспорены. Это успокаивает и обнадеживает, особенно тех, кому принадлежат эти обетования. Я надеюсь, что вы один из таких людей. Сегодня самое время стать причастным к Богу, основать свою жизнь на вечном основании. Конечно, не всегда легко этого достичь, не всегда легко это понять, особенно когда у нас какие-то трудности. Наше внимание отвлечено, и мы погружены в свои проблемы. Иногда трудно поверить, что Бог силен и любит нас, несмотря ни на что. Возьмем пример Иова. Он не понимал, почему его постигли все эти несчастья. И все же в конце книги, когда Бог открывается ему, Иов говорит потрясающую фразу. «Знаю, что ты все можешь. Я слышал о тебе слухом уха. Теперь же мои глаза видят тебя». Откровение — присутствие безграничного Бога, который есть Альфа и Омега. Начало и конец. Творец всего. И даже того, чего мы не понимаем, успокаивает боль Иова и полагает новое начало в его жизни, где он получил от Господа много больше того, что потерял. Вспомним Иосифа, этот примечательный библейский персонаж. Он тоже сначала не понимал, что происходит и вообще почему. Но позже он скажет такие слова своим братьям. В 45-й главе книги Бытия он говорит «Но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни». Бог использовал что-то плохое, чтобы вышло нечто хорошее, использовал испытания, чтобы дать успех, использовал страдания, дабы не только братья Иосифа, но множество народа обрело спасение. Как бы трудно ни было понять план Бога, продолжайте доверять Ему. Я хочу закончить сегодняшнее послание мыслью о том, что суверенный и неизменный Бог — это наше надежное основание в нестабильное время. Он — мое основание, мое упование, и это вдохновляет меня славить Его, несмотря ни на что. Я надеюсь, что и вас вдохновит это небольшое напоминание о том, что Бог вас любит. Он не изменился. В трудностях и испытаниях Он — наш опор, потому что Он не изменен. Он — Бог вечный. Он — наше солнце и наша скала. Я молюсь, чтобы каждый из вас был вдохновлен этим посланием. Да благословит вас Господь. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин